Смузи у меня никогда не получалось, как это ни странно. Почему ты сама не могла освоить этот, казалось бы, простой продукт питания? Я подумал, блин, надо попробовать сразу научиться делать смузи, потом, ну, зачем мне еще блендер? Ну, что ты ешь одну траву, наверное, и по сути да, но в целом нет. Я понимаю, все, что я съем, это же мне добавится. Как ты можешь из замороженных бананов сделать мороженое? Я говорю, я сам не знаю. Сразу померила все объемы, но я обычно меряю бедра, и это такой показатель для меня, потому что это проблемная зона. Ну, как это все в себя впихнуть, как это же невкусно, ну, съешь ты салат, ну, раз, два. И когда первый смузи я попробовала, я очень удивилась. Пока я сам не узнаю на личном опыте, я не смогу там советовать. Удивительно, я могу в 6 часов вечера я могу съесть этот салат обыкновенный, и потом на следующий день только в 10 выпить смузи, и этого достаточно. Ну, так ему, конечно же, нравится, что я так настроела. Думала, что я записываюсь на смузи-марафон, а попала на такой жизненный опыт. Всем привет, ребят! Это вторая часть видео нашего созвона с участниками. В этот раз здесь будет Антон, две Ольги и Алена, и официально это теперь мое самое любимое видео на канале, точнее два. Первая часть я оставлю ссылку в описании. Все потому, что, как вы сами видели в превью, что это не постановочно, это натуральные эмоции, реальные результаты, обычные люди, такие же, как мы с вами, которые испытали на себе, что такое растительное питание, и все те бонусы, о которых я вам рассказываю годами, они это получили. И без долгих предисловий давайте смотреть и слушать, потому что это круто! Меня зовут Алена, мне 33, и я до беременности уже перешла на вегетеранское питание, но потом, во время беременности, меня, ну как бы, все своими советами и убеждениями убедили снова начать есть мясо, я ела и на протяжении кормления грудью, но, конечно же, ждала с нетерпением, когда мне можно снова от этого отказаться. И, в общем, у меня стал снижаться вес, а в какой-то момент он остановился. А мне бы хотелось еще килограмм 10 спросить. Меня зовут Антон, я из Беларуси, живу в Польше, работаю сейчас мне, в этом году, в августе будет 35 лет. Тип питания до марафона, а я там писал, да, идиотский. Ну, он, можно сказать, изменился после марафона, уже не 100% идиотский. Ну, так на 70, скажем, у меня. Ну, уже лучше, но это позже. И если так подчеркнуть, в чем идиотский, то есть я мясо и рыбу, это категорически вот не ем уже, даже не знаю, раньше считал как-то что-то, сейчас уже, наверное, нет, и это уже вообще исключено, мне кажется, до конца моей жизни. А все остальное, почему я не веган, потому что вот раз в год я могу съесть там и какое-то яйцо там или еще что-то, поэтому я себе не приписываю вообще никакой касти пищевой. И мне так как-то комфортно почему-то, не знаю. Вот такое вот типа у меня питание. Ну, и по поводу сладостей тоже я могу попробовать. Не часто, но, опять же, это не идеальное питание получается. Не такое, которое я хотела. Меня зовут Ольга, мне 38 лет, я из Санкт-Петербурга. Уже около 15 лет я нахожусь на вегетарианском питании. За эти годы у меня были разные опыты, в том числе около года сыроедения. И последние полтора года я на чисто растительном питании, на веганском питании. Сказать, какой был тип питания, наверное, традиционный тип питания, как все, особенно мой муж-любитель такой болгарской кухни, мяса, овощи, в общем-то. Ну, и особо, в принципе, наверное, я мало чем отличалась от среднестатистического жителя нашей страны. Но у меня проблема. Я два месяца пыталась лечить гзему на руках, и я уже перепробовала все, что можно. Я делала всевозможные уколы, всевозможные мази, грязи. И так просто сложились обстоятельства, что я попала в гости к своей двоюродной сестре. Мы уехали, мы живем в Иваново, и мы уехали в Иркутск. И моя сестра, она давно уже, года три, занимается натуропатией, ей интересен правильный образ жизни. Она, когда на меня посмотрела, посмотрела на мои руки, сказала, да ты что, перестань мазаться, ты все только под кожу загоняешь, давай тебе нужна очистка. Я рассказала мне про Марвел Гонян. Я давно услышала про Марвел Гонян. Я была напугана ее немножечко такими коварными методами, всякими там кружками, смарха. Но я решила попробовать, потому что я уже устала лечиться, устала всех уколов всевозможных. И просто когда проходила чистку с солями магния, там нужно полежать, часик послушать все свои ощущения, попить водичку. И в это время я думаю, да, я послушаю людей, которые проходили эту чистку, что они скажут. И вот совершенно случайно, прямо звезды сошлись, или как это можно назвать. Я увидела ваш отзыв небольшой. Я даже не помню, он, по-моему, может быть, года два записан ранее. Ну вот такое вот течение обстоятельств. И мне так стало интересно. Я думаю, что-то я еще хочу послушать эту девушку. И вот мне так сейчас так интересно. Я с вами разговариваю вживую. Буквально неделю, две назад смотрела видео. И на самом деле замечательно, потому что я узнала, что вы будете проводить марафон. И я подумала, как классно. Я сейчас так почищусь хорошенечко, и потом сразу в этот марафон окунусь. И для меня это было очень хорошее переживание. Потому что до этого мое представление о питании правильном, оно как бы сводилось. Ну, больше овощей, больше зелени. Ну, как это все в себя впихнуть? Как это же невкусно? Ну, съешь ты салат. Ну, раз-два. Ну, сложно было просто даже вообразить, какое богатство, какое разнообразие блюд есть вот в сыроедческой кухне, в вегетарианском питании. И я стала замечать, что моя экзема пропадает. Я смотрю, все покраснения уходят. Я не знаю, почему не стала искать рецепты смузи. И просто вот так вот однажды зашла на вашу страницу и взяла, увидела, о, есть марафон. И взяла и подписалась, и заплатила, и все. Ну, и не пожалела, потому что смузи у меня никогда не получалось. Как это ни странно. Если что-то лишнее добавишь, это какие-то странные привкусы или еще что-то. В общем, сочетание все-таки важно. Я очень давно слежу за работой Юлии, за ее соцсетями, за YouTube-каналом. И мне было очень интересно попасть на марафон. Я впервые попала на марафон. Ну, как-то до этого не складывалось. Вот впервые сейчас поучаствовала в марафоне. Лично мне было интересно разнообразить свое меню. Потому что, несмотря на то, что я на веганском питании, я, конечно, грешу и мучным, и сладким. И, в общем, мое питание далеко от совершенства в моем представлении, несмотря на то, что это чисто растительное питание. И меня очень интересовала тема смузи, поскольку я почему-то сама не могла освоить этот, казалось бы, простой продукт питания. У меня получалось все как-то непонятно что. То есть мне было невкусно, когда я делала сама смузи. Но к марафону Юлии я подготовилась очень ответственно и приобрела новый блендер с чашей. И благодаря этому все рецепты удались на 100%. И, в общем, я открыла для себя какой-то новый мир растительных блюд, несмотря на то, что у меня такой большой опыт в экспериментах с растительным питанием. Так, отвечу честно. Я решил купить себе блендер. И вообще мне блендер пришел прямо в понедельник, в первый же день марафона, даже ближе к вечеру. То есть я полдня пропустил, можно сказать, марафона. Ну вот блендер, да, меня подпахнул. Я увидел, я помню, что была реклама вот этого вот марафона. Я подумал, блин, надо попробовать сразу научиться делать смузи. Потом, ну, зачем мне еще блендер нужен? И я знаю, что если человек заплатит за марафон, то ему будет, ну, уже не отвертеться. Потому что он покрасил свои средства, и он должен как-то это купить. И это лучшая мотивация, мне кажется, для меня. Поэтому я и решился на это дело, и не прогадал, можно сказать. И когда я спросила доктора, есть ли, может быть, какая-то пищевая зависимость, может быть, есть связь какая-то, если я уберу какие-то продукты, он сказал, нет, с продуктами все нормально, ничего не трогайте. И для меня было большое откровение, как может человек с таким опытом, такой уже врач, дерматолог. И потом я просто понимаю, ему нужно было, чтобы я лечилась, ему нужно было, чтобы я делала эти уколы, потому что когда я их делала, у меня наступала ремиссия, затишье, и все было хорошо. А тут я вижу тот же самый эффект, но просто на питании, просто я убрала, мне внутри что-то прямо подсказало, я человек верующий, я просто верю, что это было откровение от Бога, что вот нужно убрать мясо, это первое, что нужно убрать. Нужно убрать молочку, обязательно нужно убрать, нужно убрать сахар и мучное. Я убрала вот эти четыре типа продуктов, и, соответственно, кушать что-то надо, и тут вот ваш марафон вовремя, и тут столько всего вкусного, всевозможные смузи, салаты, супы, такие всякие, гаспачи. Я подумала, господи, как же это вкусно, как же это интересно. К участию в марафоне меня подтолкнуло желание разнообразить свое растительное питание, добавить больше смузи, больше зеленых коктейлей, освоить рецепты каких-то новых супов. И для меня самое главное было избавиться от, не то чтобы от зависимости от сахара, но понять, какие альтернативы возможны для меня, чтобы они были не насильственными, скажем так, то есть не заставлять себя отказываться от чего-то, а мягко перейти на какие-то полезные альтернативы. Я открыла для себя, например, финики, несмотря на то, что я в целом люблю сухофрукты, рецепты с добавлением фиников стали для меня настоящим открытием. И, собственно говоря, наверное, та цель, с которой я пришла на марафон, она полностью реализовалась, потому что я даже за время марафона не успела попробовать все те рецепты, которые были предложены, с удовольствием продолжу это делать в дальнейшем. Ну, я хотела сдвинуть вес, да, это было самое главное. И поэтому я понимаю, что что-то нужно сделать, а еще вообще ничего не есть, как бы резко перестать, или это тоже как бы не выход. И когда первый смузи я попробовала, я очень удивилась, потому что там, ну, как бы тоже для меня, ну, такие несочетаемые продукты в одном, да, как бы еще и смузи, совсем все перемолото, как бы вкус будет един. И мне очень понравилось, я его уже пила и сегодня уже утром, чуть-чуть и в измененном варианте, и в течение марафона я его все-таки не один раз выпила, а несколько. Вот это северное сияние. Вот уверена, что это сделал лимон с цедрой. Это просто, это мне кажется, вот где зеленый какой-то смузи или много зелени, и кажется, что это может быть слишком такой травянистый вкус, можно туда этот лимон добавить вместе с цедрой, это будет просто очень вкусно. Скажу честно, что мне понравились все рецепты, которые я попробовала, скажу это совершенно честно и без какого-то лукавства. Для меня было очень любопытно открыть для себя новое сочетание вкусов. Например, зеленый гаспачо был для меня абсолютным открытием. Я никогда не думала, что можно сочетать эти продукты ананас и огурец. Ну, то есть, для меня ананас это что-то сладкое, скорее десертное, а огурец это скорее салатная история. Но вот сочетание гаспачо, оно меня совершенно покорило, и с большим удовольствием я приготовила и съела, и угостила домашних, все были очень довольны. И также я использовала сныть, поскольку сейчас как раз такой у нас в Ленинградской области сезон сныть, она такая свеженькая, молоденькая, и я добавляла ее и в смузи, и делала из сныти хорту, хорта, по-моему, называется блюдо, и тоже осталась в абсолютном восторге. Ну и все салаты. А, еще было важным открытием для меня это приготовление льняной каши. До этого я использовала льняное семя только в перемолотом виде в качестве добавки к каким-то блюдам, к салатам, а вот такой замечательный рецепт как льняная каша, это правда для меня большое открытие, и я очень за него благодарна. Думаю, что буду в дальнейшем обязательно готовить в разных вариациях. Ну, по поводу всех десертных смузи сладких, то это вообще, ну, каждый шедевр. А вот что конкретно вот мне, мне понравилась льняная каша, потому что она напоминает, я делал ее с теплой водой, и она напоминает мне ну, варенку, скажем так, да, и это как бы облегчает разум, что я еще питаюсь как обычно, можно сказать, и вкусно, и теплой едой. Вот это вот не хватает при переходе, мне кажется, на средине всем людям, чего-то теплого, там, если кто зимой переходит и рискнул на этот непростой шаг. Ну, это смузи, конечно, у нас стоял блендер на кухне, вот, я не знаю, лет 10, наверное, стоял, может быть, раз, ну, 15 за эти лет 10 мы им пользовались, ну, просто как-то недостук, как-то там, там же еще к нему кофемолка идет, вот кофемолку муж постоянно использовал, регулярно, прощение, вот, а тут я в марафоне, я хочу делать смузи, я начинаю прокручивать, и он у меня не работает, и у меня такие слезы, я говорю, я хочу, я хочу, мне нужен хороший блендер, я не знала, какой найти, они все такие дорогие, которые мощные, но мы нашли, и получается, вот, с третьего дня все, я вот в эти смузи все влюбилась, и теперь понимаю, вот даже сейчас, на завтрак, я не хочу, допустим, что-то готовить, но у меня есть такие немыслимые сочетания, но мне это вкусно, кабачок, огурец, зеленое яблоко, думаю, добавлю кислинку, добавлю немножечко финика, и в итоге получается так вкусно, ты понимаешь, ты это все съела, и тебе приятно, и до обеда ты наполнилась, ну, просто я настолько, вот, наверное, открыла новый мир, вот, через смузи, и я думаю, что еще, скорее всего, будет впереди много новых открытий, мне хочется идти по этому пути, сейчас лето, сейчас более-менее есть возможности, и по времени возможности у детей каникулы, и просто есть возможность вложиться в себя, но я просто вот почувствовала на вкус, и в буквальном смысле, да, и в переносном смысле, как это приятно, как это просто, и как это полезно. Я вот вчера заморозил бананы, я буду делать мороженое, потому что иногда я бывает покупаю, тут продается в Польше много всякого веганского, вот мороженое покупаю, но не всегда оно хорошо заходит, а вот это я сейчас попробую, и люди тоже, вот, которые со мной живут, говорят, как ты можешь из замороженных бананов сделать мороженое, я говорю, я сам не знаю, я учусь, попробую, может, вам скажу потом вечером, как это прошло, с фотографиями я сдался, но поверьте мне на слово, я готовил каждый день что-то по рецепту, но было очень вкусно, и иногда, может, не успевал даже сфотографировать, но это я так шучу, конечно бы я успел, просто не было такого у меня ракурса, скажем, красивого, как у всех остальных там, победила тем более фотография с детьми, то я бы не успел троих сделать детей, сфотографировать все этот смузи, может, в будущем когда-нибудь, или в следующей жизни. Все смузи, которые и на ужин были, тоже с морковкой, с кокосом, с апельсинами, что-то там было, и что я еще делала, суп с брокколи, это веганский вариант, тоже был вкусный сливочный суп, это первый раз я делала с кешью сливочный соус, ну и как я знаю, что их делать, но как-то почему-то как-то кажется, пока не сделаешь, что это как-то сложно, это что-то нужно прям, но на самом деле нет, это просто нужно замочить и перемолоть их, и все, и тоже это было вкусно, и я не успела, хотела очень попробовать роллы, где нет риса, я не успела это сделать, но я думаю, что это очень вкусно, но салаты в принципе, я брала обязательно вечером салаты, салат с капустой, с капустой, свекла, морковка, потом зеленый салат, где много зелени, авокадо, окрошка, это да, это тоже очень вкусно, и удивительно, это правда похоже на окрошку, то есть, мне, например, хватило всего, да, вот этого вкуса, как в настоящей окрошке, да, да, я выполняла ежедневно все задания, я очень хорошо настроилась на марафон, я вообще человек не очень регулярный, скажем так, и для меня такие марафоны, это отличная возможность прокачать свои навыки постоянного занятия чем-то, я последние несколько лет как раз направляю свое внимание именно на это, чтобы регулярно заниматься какой-то физической активностью, и также регулярно, например, писать благодарности, делать какие-то подобные практики, я выполняла все практики, мне очень понравилась практика благодарности, практика отмечания каких-то позитивных событий ежедневных, и для меня было важно испытывать, ощущать вот эту поддержку, которую участники марафона оказывали друг другу, и было, у меня было ощущение, что это очень искренне происходит, что люди не как-то в погоне за какими-то баллами, или за какой-то такой корыстной целью это делают, а правда люди с такой поддержкой друг к другу относились в переписке, и причем, насколько я поняла, участники были совершенно разного опыта, с разным способом питания, есть те, кто ест мясо, кто не ест мясо, кто веган, кто вегетарианец, но при этом это была какая-то такая очень интересная, интересный опыт взаимодействия разных людей в очень позитивном ключе, это тоже для меня было очень приятно, и я получила от этого большую радость. И я выполняла каждый день вот эти три хороших события, радостных события, это очень помогает настроиться как-то на то, что сейчас происходит, я бы сказала, жить в данный момент, вот это мне помогает очень, потому что на какой-то день я уже начала в течение дня думать, а что у меня уже сейчас хорошего произошло. Например, сегодня я увидела зайца, мы выехали, я отвозила на машине свою дочь в садик, и по дороге бежал заяц, я ехала за ним, он убегал, и я так радовалась, я вообще очень давно так не радовалась, дочка выглядывала во все окна и удивлялась, что я так с восторгом на этого зайца, но я думаю, что вот эти вот как раз задания, искать вот эти радости, оно вот как-то потом внедряется в жизнь, уже остаётся. Задания очень понравились, я всё пытаюсь подобную практику ввести, но когда нет отчётности, тогда не получается, а тут же ты знаешь, тебе надо отчитать, тебе нужно сказать, что хорошего произошло, и это правда очень сильно, ну прям вот таким позитивом, ты засыпаешь, я обычно перед сном писала отчёты, ты засыпаешь с таким ощущением, какой хороший был день, так ты просто не вспомнишь, пробежишь мимо, вот эти три радости, это правда очень классно, мне понравилось, и особенно понравилось, что на каждой, ну может быть это моя такая слабость, я обычно, ну просто нету времени ответить на сообщение, или там просто лайкнуть какой-то пост, я потом смотрю, думаю, что же у меня как мало баллов, я же посты даже не лайкнула, ну нет такой привычки, но тот факт, что команда, которой вот вы помогали нам, проводили марафон, отвечали на каждый просто вот комментарий, на каждый отзыв, ну это очень подбадрило, ты понимаешь, что ну ты не одна, кому-то есть дело, тебя так по плечу хлопают, молодец, ну это было очень приятно, спасибо большое, что на все комментарии были ответы, очень было очень приятно. Постоянно писал о радости, да, ну это упражнение, очень, наверное, хорошее, надо всем учиться, особенно людям с нашим менталитетом, потому что у нас, мне кажется, повышенная развита скромность, вообще, даже внутрисемейная скромность существует, это сто процентов, а вот это вот помогает как-то, ну подумать, и это развивает осознанность, мне кажется, вот ты сидишь и думаешь, что же сегодня произошло хорошего, даже если у тебя там мало что-то происходит, то мысли в ту сторону помогают как-то вот насладиться что ли этим моментом, еще раз, допустим, вспомнить. Помимо заданий, которые относились к идее, которые относились просто к отчетности, была информация на каждый день о какой-то стороне здорового образа питания, мне очень понравилось про щелачивание организма, у меня просто открылись глаза, я поняла так вот почему, потому что я вспомнила все те медикаменты, которые мне назначал врач, то есть, по сути дела, он мне колол там глюконат, там кальция, что-то там еще колол, и я понимала, он пытался выровнять вот этот вот баланс в крови, этот кислотно-щелочной, а всего-то надо было убрать продукты, которые закисляют меня, ну вот просто сказал бы мне, вот ты сейчас лечишься, дорогая, убери мясо, убери сахар, убери молочку, и все пошло бы в гору, вот, и вот эта статья, она прям, я ее себе в закладке, она мне прям глаза открыла, я всех, так, ребята, водопьем теперь только с лимоном, хватит там вообще сладкие сладости, лимон наша сила. Скажу сразу, что для меня продукты, которые мы использовали в марафоне, не были чем-то очень неожиданным, да, поскольку я и так навожусь на растительном питании, но все равно обязательно хочу отметить, что для меня стало открытием использования этих продуктов в необычном сочетании, обычно, ну, какие-то знакомые, которые не придерживаются растительного питания, ну, в зависимости от степени их деликатности, они говорят, ну, что ты ешь одну траву, наверное, и по сути да, но в целом нет, потому что вот в этом понятии трава столько всего есть, и так много возможностей, и сочетаний, и это может быть настолько вкусно, действительно, это не то, что ты там через силу ешь этот несчастный зеленый коктейль, а получаешь от этого, правда, большое удовольствие. Не совсем была готова к вот этим овощным супам из сырых овощей, я ела их, конечно, но я понимала, что этот вкус вот, ну, как бы, не совсем мне понятно, но при этом, когда я посмотрела ваш эфир в среду, я поняла, что действительно есть эффект, когда ешь овощи во второй половине дня, и вот это очищение, и очень сильно удивило то, что уже на четвертый, пятый день поменялись вкусы, вкусовые рецепторы просто, ну, тут же, получается, и легкость, и снизился вес, ну, вот как бы он стоял на полтора килограмма, сразу померила все объемы, но я обычно меряю бедра, и это такой показатель для меня, потому что это проблемная зона, и минус два с половиной сантиметра. Среди своих личных результатов я бы хотела отметить большое чувство насыщения от достаточно легких блюд. Я, наверное, впервые за большие, за долгие годы вегетарианства поняла, что можно действительно наесться и не испытывать голод, и наоборот, почувствовать большое количество энергии, например, после того, как выпил на завтрак просто так смузи, и для меня это было большим открытием. Также я, как уже сказала, открыла для себя новые блюда, очень интересные, которые буду практиковать в дальнейшем, буду готовить обязательно. У меня не было задачи снизить вес в рамках марафона, но в целом я могу отметить, что я чувствовала себя очень комфортно с точки зрения пищеварения, не было каких-то негативных вздутий, чего-то такого, чего можно было бы, например, ожидать. И в целом самочувствие очень комфортное, есть ощутимо больше энергии, хотя, в общем-то, прошла всего неделя, и, наверное, если продолжить придерживаться такого способа питания в дальнейшем, это может дать очень ощутимые результаты. И продолжаю есть салаты, и сегодня утром снова взвешивалась, вес пока на этом остановился, но у меня весы показывают жировую массу, и она снижается, то есть реально уходит жир, что меня тоже очень сильно удивляет, потому что как бы вот эта вот история с белками, вот это вот всё, кажется, что, наверное, чего-то не хватает, это же просто зелень, 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 это просто всё зелёное. Ну, нет, это правда работает, и, ну, как бы я это знала раньше, но ещё раз убедилась на себе, и я думаю, что вот это вот очищение мне было кстати для того, чтобы сдвинуть этот вес. Ну, так ему, конечно же, нравится, что я так быстро ела. Ну, правда, сразу после чистки минус 2 килограмма, и потом вот я смотрю, вес там плюс-минус 100 грамм, постоянно что-то всё в таком хорошем. Обычно же как сбросишь, а потом сразу наберёшь. Ну, вот я скинула 2 килограмма после чистки, и вот прям очень хорошо всё, вот ему нравилось. У нас две полки в холодильнике, так получилось, что вот одна полка специально там для сыров, для колбас, а сверху получается овощная полка. И раньше, когда муж приходил с магазина, он забивал эту нижнюю полку, но я понимала, вроде в его понимании есть еда, а теперь я понимаю, если верхняя овощами не заполнена, мне просто есть нечего. Ну, так смешно получается. Вообще мне марафон помог как бы опять вернуться, скажем так, в клюв, потому что я такой человек, что если я вот что-то пытаюсь наладить, то у меня идёт это как в комплексе, в совокупности сразу же, не только питание, допустим, а это может быть сразу же и ранний подъём, и зарядка, и спорт, и вообще полный спектр, потому что я не могу, допустим, хорошо, вот, допустим, представьте, человек решил хорошо питаться, но продолжает курить или там употреблять алкоголь там, или, я не знаю, что-то ещё, делать какие-то нехорошие вещи. У меня же сразу же, если я вот решил, там вот записался на ваш марафон, и он меня вернул в клюв, я начал там бегать, ходить на теннис, вот, и это, скажем, была рука помощи, и вот я до сих пор нахожусь вот в таком состоянии энтузиазма повышенного, так что мне это очень было на руку. По поводу физических изменений, ну, я 176 рост, 65, наверное, килограмм, то есть я достаточно не такой, не упитанный. Ну, я себя чувствую комфортно в своём теле, и, наверное, это так и должно быть. И, конечно, я не взвешивался перед марафоном, мне это не надо было. А настроение было вот классно, особенно когда, вот, допустим, вы ведёте там прямые эфиры, вот это вот как-то вдохновляет, мотивирует, поэтому я и написал в рекомендациях, что я бы хотел побольше вот какого-то живого контакта. Ну, и тем более я знаю не понаслышке, что если человек там подписался публично на что-то, да, на какие-то действия, то у него вырастает этот вот процент мотивации, и то, что он должен как бы сам себя настраивать, что он должен это выполнить, и у него это должно получиться. Вот это со мной работает так, потому что и вот вся эта, может даже, я как бы иду в духовной развиваюсь в стороне, и мне вот эта вот коллективность, да, что вот группа людей приблизительно, а может так же мыслит, как и ты, и все мы вот находимся в одном, скажем так, чате, и идём к одной цели, и едим даже одну еду, может это способствует на каком-то уровне, не знаю, звёздном, космическом, что это вот помогает друг другу. Ну, не знаю, мне хочется в это верить, правда это или нет, никто не знает. Я вообще любитель попить кофе с чем-то сладким вот в это время, как раз у меня как привычка это уже просто. И я сначала я пилась с сухофруктами в первые дни, а потом абсолютно уже как бы не хочется через, вот я говорю, три-четыре дня прошло, и потом вот это вот желание как будто бы проходит, и вкус кофе он стал другим. То есть, ну, в принципе, вкусы поменялись, и это, конечно, очень интересно. Это прям удивляет. Удивительно, я могу в шесть часов вечера я могу съесть этот салат обыкновенный, и потом на следующий день только в десять выпить смузи, и этого достаточно. Но сам факт, что вы мне прямо вот, знаете, как просто вот свыше вот просто расстелили красную дорожку в мир растительного питания, я увидела, что это интересно, что это вкусно, что это, ну, я хочу сказать, последние дни вот были, конечно, моменты, что мне хотелось привычной там яичницы, мне хотелось там курочку там я пожарила, и мне хотелось этот кусочек, и я понимаю, что все равно мне очень сложно пока это все перебороть. я вижу, что я уже вот прямо вот реально далеко ушла от того, где я была, и я понимаю, что мне хочется держаться этого пути, но нужно пройти путь, вот этот вот преодоление этих зависимостей. В общем, как-то так, но я настолько вот просто была впечатлена вот этим разнообразием кухни, сыроед, вот на сыроедном питании. Конечно, для меня это экстремально, я все равно даже во время марафона я в основном кушала смузина утром или вечером, в обед, или вот даже с семьей они едят горячее, я ем просто салат, но в обед я всегда что-то горячее ела, будь то чечевицы или кабачки как-то приготовленные, я просто вот пока не могла полностью окунуться, но может быть даже и не нужно, даже сам факт, что я, мне кажется, на 70% изменила свой рацион, если не на 80%, уже есть улучшения. Мне было легко, мне было легко, так как я, в принципе, уже в этом русле, да, и было вкусно очень, поэтому, ну, какие проблемы, если вкусно, то и это большие порции, например, тот же смузи, я, у меня есть стакан для смузи, ну, 400 миллилитров, туда это все не входит, и это реально то количество, которое выпиваешь и ты наедаешься и очень удивляешься, когда в течение дня замечаешь, что 3-4 часа оно проходит после смузи, когда ты снова хочешь есть. Я вообще вчера два раза поела и все, и все, и как бы это, и это был один смузи, а второй это был этот зеленый салат, поэтому, как бы получается, у меня обед вообще выпал не потому, что я специально это сделала, потому что так получилось, и я не испытывала какой-то дискомфорт, я съела еще между кешью орешки просто, и все, этого было, ну, так, горсточку, и этого было достаточно, и я не голодала абсолютно. Потому что я убрала сахара, убрала мучной, и понятным образом рецепторы очистились, и я помню, был однажды ужин, когда я приготовила пюре, курицу и салат, и я ем все эти три вещи, и я понимаю, что мне вкуснее всего салат, потому что я чувствую текстуры, я чувствую, ну, это все живое, это все такое настоящее, а дочка здесь немножко тоже заболела, пару дней, она тоже не ела сладкое, и тоже я ей даю этот свой любимый салат с морковкой, с капустой, с лимоном, я просто его очень сильно люблю, и я смотрю, она опять добавку себе подкладывает, и я ее не узнаю, и я просто понимаю, что вот настолько наши рецепторы забиты сладостями, что сладкое нам сладко, а все остальное нам невкусно, сегодня с мужем были в кафе, ну, так получилось, что нужно было там перекусить, и нам подали морс, и я так давно, ну, просто уже сколько там, больше двух недель сахара вообще нисколечко не было, и я пью этот морс, и я понимаю, это какой-то сироп, это не морс, как это можно пить, вот, ну, настолько вот уже, а в другое время, ну, я посчитала бы, что это нормально, поэтому я думаю, что вот этот вот вкус, он раскрывается после вот этого очищения, когда вот мы сознательно берем какой-то промежуток времени, очищаем вот эти наши рецепторы, и потом, вау, пока, конечно, с моими вицами этого не случилось, наверное, просто потому, что я их мало как-то так вот погружала, я обычно просто угощаю, вот, но сын, сын пьет эти коктейли, ему нравятся, я думаю, что мне просто надо поднажать, сделать эту часть из своего ритуала, что вот на завтрак у нас зеленый коктейль. Со своей стороны я могла бы порекомендовать этот марафон всем людям, и тем, кто уже находится на растительном питании, и тем, кто только стремится перейти на него, и тем, кто даже не задумывался, но что-то слышал, ему интересно попробовать. Нет таких людей, которым я бы не порекомендовала этот марафон, потому что я абсолютно уверена, что каждый найдет в нем для себя что-то полезное. Если говорить обо мне, у меня, правда, большой опыт экспериментов с растительным питанием, но я нашла очень много полезного для себя, и думаю, что каждый найдет много полезного для себя самого во время прохождения этого марафона. Ну, я бы порекомендовала это тем, кто готов что-то делать, кто готов что-то менять в своем рационе, это во-первых, и к новым вкусам, к новым каким-то экспериментам в еде, ну и тем, кто готов, конечно, как-то позитивно себя настроить. И я думаю, что в принципе эффект мог бы быть у всех, кто это попробует, но тот, кто готов, тот будет что-то делать. и пожелать просто слушать себя, потому что в какой-то момент, если отпустить себя и идти просто, вот начать этот марафон, и не напрягаясь, и позволить себе все, то оно само приходит, ну какой-то режим, какой-то, да, какое-то правильное восприятие этого всего. И тогда все получится, просто не нужно себя в рамки какие-то загонять, не нужно, как кто-то писал, что это очень мало, какой-то голод, ну тогда возьми, съешь что-то, да, как бы я не считаю, что нужно себя загонять, нужно чувствовать себя, для этого это и сделано, потому что вот это очищение, оно очень хорошо дает вот это вот ощущение, правильное ощущение голода или сытости, то есть раньше, ну чем надо, ты уже потом не будешь кушать, не будешь хотеть, ну не будешь испытывать голод, но нужно дать время, конечно, своему организму. Так, кому порекомендовать, но я думаю всем, кто будет меня спрашивать, почему я такая красивая стала, вообще, что я кушаю, почему я не кушаю, что все остальные кушают, потому что задают вопросы, вот, я как бы вот делюсь, обязательно, конечно, расскажу, вот, а участницам, наверное, я бы посоветовала пробовать все, да, вот прям вот максимально пробовать все и прислушиваться к своим ощущениям, потому что для меня главное было открытие в том, что, ну, мы настолько привыкаем к ритму жизни, что мы едим неосознанно, ну, просто надо что-то съесть на бегу, и мы не задумываемся, ну, утолили голод и все, но если мы будем прислушиваться к своим ощущениям, то мы поймем, что те вещи, которые привычно нам вкусные, они на самом деле невкусные, особенно этот эффект проявится, если вот немножечко, это же вообще полезно, всем сделать небольшое голодание, вот просто там на яблочках, на водичке, там денечек, вот очистятся рецепторы, и это еще больше усилит вот это вот восприятие внутренних ощущений, я просто вот, ну, наверное, такой мой совет, прислушиваться к своим ощущениям, как наше тело реагирует. Я как бы даже допускаю, что я где-то могу ошибиться, и поэтому я, пока я сам не узнаю на личном опыте, я не смогу там советовать, а марафон подходит этот абсолютно всем, потому что человек может на любом питании даже есть мясо, и вечером вместо картошки жареной приготовить себе вот этот вот салат, большую миску такую, чтобы он, ну, не знаю, чтобы ему прям плохо стало, и это будет полезнее, чем он там жареной картошкой накидается перед сном. Понимаете? Вот этот марафон абсолютно в этом плане всем подходит, питание там. Может, конечно, тот человек, который пьет, курит, ест жареную картошку, не будет записывать вот эти вот три радости жизни, потому что это абсолютно не его будет энергетический фон, мне это кажется. Но то, что он может съесть и насладиться салатом, сладким смузи, это 100%. Так что он подходит всем. Просто смотря, как его подавать людям, как переход на сыроедение, либо как крутую добавку для здоровья, пищу вкусную. Тогда он подходит всем. 100%, я так думаю. Ну, я бы сказала, просто нужно пробовать, и тем более за ту цену, которую вы предлагаете, за те условия, можно это просто, ну, просто, вот, бери и пробуй, да. Длиннее сделать марафоны, одна неделя, это было как-то мало, но я бы, например, недели две бы спокойно согласна, тогда бы я уже и больше рецептов успела попробовать, и я думаю, что эффект был бы еще более восхитительный. Что касается пожеланий организатора, во-первых, я хочу поблагодарить всю команду за эту работу, поскольку это дело, которое, ну, правда, это дело, которое, мне кажется, приносит очень много добра и здоровья людям, и помогает им открыть для себя какие-то двери, которые раньше были закрыты для них. Наверное, если уж совсем придираться, мне бы хотелось чуть больше рецептов именно смузи в рамках марафона, да, но лично на мой взгляд я шла на марафон смузи, при этом рецептов смузи было меньше, чем других рецептов, но я не могу сказать, что я об этом как-то сожалею, потому что все остальные рецепты, ну, по смузи более-менее понятно, в рамках тех рецептов, которые были предложены, уже человек сам может экспериментировать с теми продуктами, которые есть, как-то их комбинировать, по-новому, а рецепты, которые были предложены помимо рецептов смузи, они также совершенно прекрасные и бесценные, и, в общем, я могу пожелать только процветания, здоровья, счастья и всего самого прекрасного. Даже не знаю, это сложный вопрос. Так-то у вас все хорошо, наверное, все правильно, в ту сторону, наверное, двигаетесь. может быть, мой уровень это вот помочь, допустим, вот с курением, с какими-то такими привычками, с которыми я вот уже разобрался за свою, допустим, короткую еще жизнь. То есть, вот это мой предел. ваш, вы следующий уровень для людей, который может помочь людям в питании. Так, хотелось бы еще узнать, вот никто про это, наверное, не говорит, о конечных целях вообще. Их, конечно, не существует, потому что после конечной цели еще одна цель будет. Но вот куда двигаются люди, вот интересно просто. И вот когда конечная цель совпадает, допустим, с твоей или там, ну, уже будет видно, что в ту сторону, тогда, может, людей это будет больше привлекать. Либо привлекать именно тех людей, которые, ну, вам нужны. Не как, там, допустим, средство существования, а именно как энергия положительная, которая, ну, вот, схожа с вашей, которая может усилить вам путь и тому человеку тоже, как бы, синергия, можем сказать, вот так будет. Ну, я думаю, что, наверное, мне особо сравнить не с чем. Это мой такой первый марафон, вот, где я вот так вот участвую, так целиком и вижу какие-то результаты. Мне все понравилось. Это было для меня тоже открытие. Я не знаю, почему, но я сначала не заметила вот дополнение каждому дню. Это огромная еще статья, так скажем, на вот эти все темы. Я это только в конце заметила и начала все это вот так перечитывать. И действительно очень много информации очень интересной и по питанию, и про энергетику и вот в этом русле, что меня тоже интересует, что я удивлена, что я попала случайно на такой марафон, который мне подходит. Ну, вот я прям вот слежу за собой. У меня вот прям передо мной висит в спальне такой списочек. Я вот сразу, когда похудела, так резко. Я сразу встала, думаю, каждое утро я встаю обязательно, я себя измеряю. Мне так хорошо, что я смотрю, что каждый день на чуть-чуть, на чуть-чуть, но последнее время встала. Пока вот просто, когда я начинаю филонить, когда я начинаю добавлять какие-то вещи из традиционных вещей, я понимаю, все, что я съем, это же мне добавится. Но понимаю, когда я ем на растительном питании, все, что я съем, завтра у меня еще лучше будут показания на весах. Ну, вообще, конечно, плюсов много, мне, наверное, надо себе такой, какой-нибудь список написать, плюсы, минусы, и прям так перед глазами повесить, а стоит ли в следующий раз съесть то, что я привыкла. Ну, потому что, правда, ощущения классные, джинсы уже, которые я покупала себе, мне нужны были новые джинсы, потому что они, ну, нужны были, я их купила, я в них еле-еле залезала, нам нужно было именно их купить. Сейчас я понимаю, что они уже невелики. Мы ходили гулять, и я просто смотрела, и как-то все ярче стало, я не знаю, за счет питания или это за счет вот этого настроя, но это было вот просто, ну, ярче, я не знаю, как это объяснить. И вот такие вот моменты, когда начинаешь концентрироваться, они очень сильно помогают. И не то, чтобы просто ярче цвета видеть, а вообще хоть что-то видеть, что вокруг происходит. Какие люди ходят, вообще, что рядом с твоим домом находится, там может быть что-то, что ты никогда не видел, что река, море или озеро, а ты просто ходишь мимо и даже не знаешь, что там за этим деревом. да, это вот это вот ощущение, и вот оно было, да. Я думаю, что вот эти вот задания о том, чтобы делиться, так скажем, позитивной энергией, это было очень классно. Вот, я думаю, что у меня будет еще моя история победы, когда я окончательно вот эту свою экзему оставлю в прошлом. Я надеюсь, вот на меня вдохновили, что надо просто идти этот путь дальше и не останавливаться, потому что, ну, есть какие-то там трудности, и ты думаешь, а, да не работает. Но на самом деле, кто сказал, что не работает, надо дальше пройти этот путь. Мне очень понравилось, в одной из книг вы написали про формирование привычек, что нужно 90 дней. И я подумала, так, лето у нас 90 дней, давай сделаем незабываемое лето и пойдем в осенне-зимний уже сезон с новыми привычками. Вот, хочется мне, меня это очень сильно вдохновило, вот, хочется мне увидеть. А правда, если вот, ну, иногда такой бывает момент, да, в начале такой вау-эффект, а потом как-то вот уже идет спад, и вот очень легко скатиться на круги свои, на прошлый, и, ну, поигралось и все, но не хочется поиграться, хочется увидеть небольших результатов. В общем, я попробую, вот, буду за вами следить, за вашими публикациями, в общем-то, если будут какие-то успехи, буду делиться, вот, мне вы очень, я очень рада, что я с вами повстречалась вот так спонтанно, вот так случайно, и вообще, вы большие молодцы, очень грамотно все так красиво, прям было очень приятно участвовать. Это было интересно для меня, потому что я думала, что я записываюсь на смузи-марафон, а попала на такой жизненный опыт, позитивный жизненный опыт, и, конечно, хотелось бы продолжить, да, сказать спасибо. Вот так вот, спасибо вам огромное, ребят, за просмотр, спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца, мое глубочайшее уважение к вам, спасибо огромное, и до встречи в новых видео, в новых марафонах, которые мы сейчас планируем, так что следите за нашими обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова